Добрый день, уважаемые садоводы! Сегодня мы с вами поговорим о формировке томатов. К нам очень часто приходят люди за рассадой, когда и спрашивают, как же правильно формировать, несмотря на то, что, вроде как, казалось бы, все все хорошо знают, но, увы, многие садоводы не знают понятия пасынок, не знают понятия, как правильно формировать томаты в один, в два, в три ствола, какие формируются, какие можно оставлять без формировки, какие вообще нельзя формировать, ничего делать не нужно, иначе останетесь без урожая. Итак, начнем с того, как же делятся томаты. Если вы выращиваете, допустим, сами покупаете семена, и видите, что написано на пакете супер детерминатный, то есть это томаты, которые вырастают до 50 сантиметров высотой вообще, 30-40-50 сантиметров, они штамбовые обычно, и в формировке никакой не нуждаются. Вот перед вами как раз такой томат, который не нужно пасынковать. Вот несмотря на то, что он такой маленький, у него уже заложились бутоны, вот они, цветочные почки, вот они, все. Он, видите, толстенький, маленький, толстенький, он вырастет максимум вот такой высоты, будет весь в пасынках. Пасынок – это побег, который идет из пазухи листа. Вот если внимательно посмотрим, он весь уже в таких побегах, которые из пазухи каждого листа идут. Но вот считаем настоящие листья, один, два, три, четыре, пять. После пятого листа, шестого уже заложилась первая цветочная кисть, и он буквально на днях зацветет и рано даст урожай. Но вот именно в пазухе каждого листа то, что заложилось у нас, вот эти вот пасынки, они также быстро зацветут, также дадут урожай. Обычно это томаты не очень крупные, хотя на сегодняшний день есть такие, как, допустим, суперклуша, они очень крупные. И есть томаты, которые, хотя и не пасынкуются, но их как раз нужно выращивать обязательно, подвязывая. Вот эти штамбовые можно не подвязывать. А такой томат, как «Большая мамочка», он обязательно требует подвязки, хотя в пасынковании не нуждается, и плоды реально вырастают по 350 грамм. Но подвязывать обязательно, иначе плоды, шкурка тонкая, и они от земли впитывают землистый запах. Плоды крупные, вкусные, но вот именно подвязка в этом случае необходима. То есть ставим колы, подвязываем обязательно. А вот супердетерминатные сорта и гибриды в подвязке и формировании не нуждаются. Те, кто вообще не знают, как работать, купили только участки, то рекомендую брать именно такие томаты, пока вы не научились, как правильно формировать те же бычье сердце, розовый слон или подобные им томаты. Этот томат как раз у нас из таких полудетерминатных. То есть это томат с ограниченным ростом, но это как раз рост ограниченный относительно. То есть этот томат вырастет где-то метр двадцать высотой, и вот здесь формировка обязательно. А если вы тем более приобрели индетерминатные сорта или гибриды, то есть ин – это приставка, показывающая, что они с неограниченным ростом, хотя некоторые из них заканчивают рост на высоте метр восемьдесят, а есть истинные индетерминатные. Как тоже де Барао, вырастает и три, и четыре метра высотой. То есть если у нас был бы круглый год, теплый такой вот период, они бы росли, как это томатное дерево. Кстати, несколько лет назад была реклама томатов «Томатное дерево». Так вот истинные индетерминатные, они все томатное дерево, они могут расти несколько лет, если не будет как раз морозного вот этого периода, то есть в тепличных условиях или где-нибудь на юге. Если нормально защищать от болезней и подкармливать, они будут расти не один год, и вот именно разрастаться во все стороны, вот так будет настоящее дерево, которое дает урожай. Поэтому не гоняйтесь за рекламой «Томатное дерево», любой индетерминат можно сформировать именно как дерево. Так вот, не каждый может работать с индетерминатами, хотя с ними довольно просто, их обязательно формировать в один ствол. Вот эти вот боковые пасынки, вот эти, которые из пазухи листа идут, вот эти вот боковые побеги, их все нужно полностью убирать и оставлять только один ствол. Полудетерминатные томаты можно формировать в два и три ствола. Иногда даже есть рекомендации в четыре, но это слишком загущенность получается. Вот два ствола самое оптимальное в моем понятии формировать. Никогда не оставляйте пасынки, которые находятся близко к земле. Вот многие считают, что, ой, так их там потом подокучил, и они уходят на собственные корни, и потом дадут намного урожая больше. Нет. И некоторые, кстати, судоводы заблуждаются, что если все пасынки оставить, будет урожая больше. Урожая больше не будет, у каждого сорта есть свои ограничения по урожайности. Единственная разница, если вы уберете боковые вот эти все растущие побеги, так называемые пасынки, у вас плоды будут крупные и рано. А если вы оставите все вот эти пасынки, то у вас будет много мелких плодов, которые начнут созревать ближе к осени. Конечно, каждый из нас хочет получить спелые урожаи как можно раньше, поэтому пасынковать томаты нужно обязательно, если это не супердеты или детерминанты. Как правильно подвязывать томаты? Подвязывать томаты нужно восьмеркой, то есть мы обхватываем сам стволик, вот потом перекрест веревочки делаем, и после этого только обхватываем колышек и завязываем лучше на бантик. И вот эта завязка, она должна быть свободной, она никогда не должна затягивать плотно томат. То есть видите, вот восьмерка реально получается. И следом мы делаем, то есть вот это уже высокий такой вот кустик, поэтому мы ближе к макушечке делаем вторую восьмерочку такую же. Также подвязали, чтобы у нас томат не ложился, рос ровненько, и с ним будет намного проще работать. После того, как мы его подвязали, мы удаляем пасынки. Если еще раз говорю, мы формируем в один ствол, то пасынки удаляем все. Как же нужно правильно удалять пасынки? Конечно, можно удалять просто пальцами, но не забываем про то, что помидоры у нас очень активно красятся, пигмент очень такой въедающийся в пальцы, поэтому работайте желательно в перчатках и желательно берем старые ножницы, которые уже нам не нужны, и оставляя небольшой пенечек, вот где-то с полсантиметра, вот так отрезаем и убираем. Отрезаем и убираем. И вот мы должны все наши пасынки вот эти вот аккуратненько убрать. Для того, чтобы сформировать наш томат в два ствола, мы оставляем пасынок, который находится под первой кистью. Вот у нас первая цветочная кисть, вот под ней пасынок. Вот этот пасынок мы не убираем, его оставляем. Тогда у нас пойдет формировка в два ствола. Если мы хотим сформировать в три ствола, то третий пасынок, то есть третий ствол, второй пасынок, мы будем оставлять после вот... Видите, вот чуть-чуть начали завязываться уже вторая цветочная кисть, и под ней будет пасынок. Вот сейчас его еще нет, но он будет под ней. И тогда, если в три ствола, то мы оставляем под первой, и под второй цветочной кистью мы оставляем пасынки. То, что ниже вот этого первого пасынка под первой кистью, эти мы все обязательно должны убрать, потому что они у нас будут расти и забирать на себя все питание. У нас долго-долго не зацветет, несмотря на то, что вот она сформировалась уже, кисточка, все, и уже вроде начинает расцветать, она будет очень долго зацветать, и потом очень долго будет спеть наш томат. Поэтому вот эти пасынки, которые идут с нижних пазух, мы убираем полностью все. Кроме этого, нижние листья, вот эти, которые лежат на земле, их также нужно убрать. Лист не должен касаться земли, то есть после полива вот этот лист лежит на землю. Убираем. Этот касается земли, его можно до конца не убирать, его можно наполовину вот так убрать. И этот кончик касается земли, его также можно убрать наполовину. Если лист будет касаться земли, очень быстро от того, что соприкосновение с землей, с влажной идет, у томата могут начаться грибковые болезни. Поэтому нижние листья, но не делаем из томата пальму. У некоторых, посмотришь, прямо до первой кисти все-все-все сразу общипано. Лист дает питание, он фотосинтезирует, он дает питание и рост для растения. Поэтому убираем только те листья, которые реально касаются земли. Либо при посадке вот случайно попали внутрь земли. Вот это мы убираем. И тогда у нас своевременно и хороший урожай мы получим на томатах. Формировка томатов в теплице и в открытом грунте отличается, конечно, тем, что в теплице любые томаты желательно формировать в один ствол. Это если вы в теплице только сажаете действительно детерминатные, которые вырастают повыше, не супер детерминатные, а вырастают где-то сантиметров 60-80, вот их можно формировать в теплице в два ствола. А вообще в теплице самая оптимальная формировка любых томатов в один ствол. И в теплице я бы рекомендовала выращивать высокорослые томаты всегда, потому как низкорослые томаты всегда дают урожай намного ниже, чем высокорослые. В теплице у нас более растянутый такой период плодоношения. В теплице мы дольше осенью можем собирать урожай и раньше весной посадить. Поэтому в теплице формируем в один ствол. И желательно не перекормить. Вот очень важно для томатов, многие приходят и говорят, у нас шикарные томаты, но нет урожая почему-то. Во-первых, для теплицы выбирайте только тепличные сорта или гибриды. Они как раз терпят высокую влажность и высокую температуру. Если томаты активно цветут, но не завязываются, значит, нет опыления от высокой влажности или высокой температуры. Значит, это сорта или гибриды для открытого грунта. И самое главное, очень многие считают, что если хорошо подкормить, то есть удобрить перегноем, навозом, то будет хороший урожай. Томаты не любят перекорма. Томаты очень плохо реагируют на навоз, на азот, потому что при переизбытке азота им очень хорошо. Они развивают огромную вегетативную массу, то есть шикарные огромные листья сами растут шикарно в ущерб цветению, потому что цветение – это истощение куста, плодоношение – это предвестник гибели где-то, может быть. Поэтому томаты тормозятся в цветении, они не закладывают даже нормальных цветочных кистей, потому что им очень хорошо, очень комфортно. Поэтому давайте, если кто-то хорошо заправил навозом или перегноем, то сейчас обязательно нужно внести золу на квадратный метр не менее литровой банки, хорошо перемешать, и суперфосфат на квадратный метр спичечный коробок суперфосфата. Только вот в этом случае немножко компенсируется переизбыток азота, и у вас нормально будет завязываться урожай. На этом, уважаемые садоводы, сегодняшняя наша передача окончена. В следующей передаче мы с вами поговорим о том, почему не рекомендуют в одной теплице выращивать томаты с огурцами, как правильно формировать огурцы, и как же совместить в одной теплице огурцы с томатами, чтобы и те, и другие дали хороший урожай. Благодарим за помощь в организации и проведении съемок Бийский детский эколого-туристический центр Город Бийск, улица Вали Максимовой, дом 130, телефон 40-72-67 Смотрите программу «Удачная среда» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube в группах «Бийск. Мой город» и в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru